Очень здорово. Доклады очень интересные, хотя, вроде как, часто поднимаем известные темы, но все приводят к чего-то новенькое, интересненькое и достойное внимания. Очень рассчитываю на то, что по окончании двух последних докладов мы продуктивно поработаем в дискуссии, потому что вот уже и с Сергеем мы сейчас поняли, что есть, что нам вместе поделать и со всеми остальными, так что это очень важно. Итак, второй представитель нашей петербургской команды Саянский, Алексей, научный центр, прошу прощения, прикладной электродинамики статус ООО Андрей Саянский. Слушаем внимание. Я хотел бы еще раз представить, зовут меня Саянский Андрей, и сегодня я хотел бы тема моего доклада на аналитическую архитеристику и рифмическую терапевтовую антенну с кремниевой лимбой и совместно с перестраиваемым частотным терапевтам. Я сейчас хотел бы сначала сказать целью работы для расчетки переходной сопротивления диаграммы направленности, в которой антенны сборной формы и совместно с перестраиваемым частотным фильтром, в которой вы помните, в виде двойной сетчатой структуры, сформированной из двух одинаковых метрических сетек. С двухми же предъявлены картинки проекта София, где используются смесители, на частоту 4,7 ТГц. И цель изначальной этой работы была в том, что для расчета антенн больших диаграммеров, к сожалению, использование численных пакетов моделирования, становится невозможным в связи с повышенными требованиями вычислительных ресурсов. Так, например, для расчета, полного расчета вот такой вот антенн, который вы можете здесь, на 4,7 ТГц вычислительных ресурсов сервера, которые имеют 180 гигабайт оперативной памяти, оказалось невозможным из его размера. Поэтому нам требуется разработка неких полноэнергетических методов и расчета такой вот такой вот. Значит, изначально проявить и демонтируем структуру, которые мы показывали. Скажем, вот, на это просто, то есть мы имеем частотный взбирательный фейдеров, по-моему, виде постов, сеток, мы имеем массив из детекторов в виде линзы плюс планарной антенны. И метод решения, который используется, соответственно, полноэнергетических методов, вот три этапа. И первый этап – это моделирование вот этой планарной антенны в сложной, сплошной среде. В данном случае, кремлевый, с использованием программного пакета ANSI-16S-R-C-15. Вторая часть – это открытый метод определения диаграммной управленности антенны с кремлевыми линзами. И на третьем этапе будет расчет частотных взбирательных свойств в фильтр, используя уже полученные антистические решения для антенны с кремлевыми линзами. Значит, по поводу первого. Поскольку размеры линзы значительно превышают длины волны, в частности, для рассматриваемых в случае было порядка ста длины волны, размеры линзов, то можно пренебречь отражёнными волнами от поверхности линзы и воздух. Поэтому можно, соответственно, учитывать, можно рассматривать основания, которые располагаются в нашей встрече. Соответственно, в общем, на первом этапе внимания в данном случае в программе была пронзорирована какая-то цена техническая спиральность определенных размеров и были получены как хитовая от этого компонента. Вот они представлены на графиках. Здесь представлены точно. В дальнейшем эти данные экспортировались, был разработан собственным программом по-моему, который рассчитывал в дальнейшем диаграммном транспорте. Работают но в следующем образом. Сначала экспортируется данные исключения, это экспортируется амбитуда и фазы на предыдущие институты. Дальше производится поиск поля в адеквате и в итоге на форму расчёта. и затем в последнем этапе вы рассчитываете по поверхности амбитуда и ищите диаграмм управленности соответственно данный отель. Здесь необходимо учесть, что для того, чтобы корректно открыть кокрирование нам необходимо брать шаг к кокрированию значительно меньше и он получается когда экспортируем диаграмму управленности из HSS экспортируем шахером по уголу падения 2,0 градуса. для того, чтобы удовлетворить требования точности я приду интегрировать 2 амбит 4 градуса здесь на общую схему задач на третьем этапе рассчитывалось частотное напускающее свойство двойного сечества визы из теории артен известно, что в случае когда звучащий объект находится на расстоянии большей длины волны от границы раздела мы для расчета для расчета мы можем использовать метод специальных отражений что здесь есть собственно для того, чтобы рассмотреть диаграмму управленности данной и воспользоваться известными ранее данными по специальным отражения вот такой структуры мы можем расположить на расстоянии несколько длинков от линзы дальше и соответственно взять размеры фильтра такими чтобы можно было повредить влияние кривых эффектов в данной программе просто в качестве примера рассматривается сетка квадратных ячейков период ячейков период решетки выполнен шаг порядка десятки миллионов радиус проводничков порядка высот не полный из-за громоздкости формул для процентных отражений я приведу картинки соответственно которые соответствуют процентам прохождения при нормальном и немаловом здесь для декорации для декорации вот так выглядит разработанный интерфейс разработанной программы т.е. мы можем посчитать диаграмму направленности данной системы мы можем посчитать коэффициент направленного действия и также посчитать диаграмму направленности системы одиннадцать антенны совместно с частотой температуры в качестве входных данных у нас экспортированы данные антенны и а также геометрические размеры системы как размер линзы материалы линзы и т.к. на следующем слайде предъявлены графики диаграммы управленности системы линзы плюс антенны посчитаны для этого есть компонента двух портагональных плоскостях далее предъявлены характеристики диаграммы шарминских после прохождения фильтра соответственно мы видим что на некой частоте полностью проходит озвучение здесь оно порядка минус осенними цифрами стоит заметить что это является перестраиваемым фильтром то есть управляя расстоянием между сетками мы можем варьировать от естественных сетками мы можем варьировать сравнения полученных результатов работы программы с известными разумными делами в качестве сравнения используются результаты публикованных переполечем на линии и далее будут приедены верхние картинки будут получены переполечем нижние будут получены доставления как видно результаты похожи и дальше о чем сегодня было уже анонсировано хотелось рассказать о идее которую можно заменить использование кремных линз поскольку если работа в тераперационном диапазоне представляет большую сложность с нужной точностью качеством предположим использовать концентратор в виде ротан я сейчас расскажу две идеи т.е. типа ротан т.е. типа ротан т.е. используют два конца центральный конца и внешний конца и мысль заключается в том что на данной практике на данном слайде просто схема тратана классическая схема тратана двумя т.е. мы можем изучать фокусы параболитического человека во следующее распределение в случае если вершина дадут фокусы мы имеем неодорожный о а а если мы будем использовать модифицированную систему т.е. когда есть внешнее зеркало а внутреннее зеркало представляет себе конус параболическое образование то все изучение будет концентрироваться в оксе т.е. как все может получить результаты программы получили данные для нормализации для процесса это сделать гораздо проще получиться с силой технологии и далее эта система была посчитана на в программе HFSS метод физической оптики получили расчет полезных внешним и внутренним зеркалам расчет проводился метод физической оптики на чистоте метод и как видно размеры этого страта они такие же как у используемой миссии там 6 мм и полученные графики направленности такой системы тоже из программы HSS и хотел бы еще небольшой нюанс что для того чтобы от того как мы разместим получатель от того как мы двигаем соответствующие размеры у нас будет сильно зависеть диаграмма направленности всей этой системы как сейчас это было принято сравнение то есть мы начинаем двигать положение у нас начинается провал в центре у нас начинается расширяться и от этого тоже многое зависит и программа HSS позволяет рассчитать положение этого на самом деле дальнейшие перспективы по развитию это попытаться сравнить результаты полученные программы с результатами которые владеют ансис с хотя бы на тех частотах на которых мы можем придерживать в частности на частот 500 гигагерц мы можем провести 500 гигагерц 500 гигагерц мы можем провести требуется порядка 60 гигагерц оперативной памяти и провести сравнение у вас сетка нормальная сетка то есть если взять по 28 гигагерц нет если мы возьмем вот эту денису если мы возьмем соответственно денису размером 6 мм возьмем такую антенну и у нас получается что при расчетах методов ФИБИ ФСС требуется порядка 60 гигагерц там 28 гигагерц то есть это именно укладывалось на условие АИ Рассчитывалось методом ФИБИ это то что возможно было уменьшить то есть если мы рассчитываем на прямой метод конечных элементов и чтобы мы решили еще полную минуту этой линзы от этого 60 гигагерц 28 я не знаю 8 8 8 8 8 4 6 нет Какой программ он этот нет если брать программу которая была написана то тут достаточно обычного компьютера Ну, уже начались вопросы и дискуссии, то есть у вас есть что-нибудь с разрешением? О! Я просто не ожидал, мне хотелось его увидеть, после этого это как можно. Но подкрасно, так сказать, как всегда, все в конкурсе. Поэтому всем, что начали подкрасывать, можно продолжить задавать вопросы. Есть, нет, пока. Тогда давайте я начну. Ну, как бы меня, как вы ходили за цепью ротан, и у меня там в голове твердые воспоминания, что ротан диаграмма направленности, естественно, не семидричная, в силу особенности геометрия этого инструмента. А когда вы написали, что у вас тут нечто ротаноподобное, то вроде как и картинки, которые вы показываете. Так, то есть вы утверждаете, что диаграмма направленности такого рода антенной системы, концентратора, будет симметричной и не будет вот этой вот характерной ротановской буквально живой. Да. 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 Понятно. То есть это те картинки, которые вы проведете, вот они собственно. И, конечно же, в том числе. Нет, я понял. Просто мне хотелось уточнить. Тут я, может быть, немножечко отвлекался. Так. Хорошо. Теперь, ну как бы видно, что мы здесь махнули в некоторые значимые трагерцы, и мы увидели некоторые, так сказать, значения диаметров довольно большие. Но хотелось бы понять. Ведь, понимаете, когда садишься за этот ЧФС, начинаешь что-то моделировать, все равно моделируешь нечто практическое. Ну, ротан вот нам понятен. А вот в ней трагерцовый, шестиметровый квазиротан, вот мне пока не понятно. Куда вы его хотите поставить? Какая это практическая цель в этих моделях расчета? Нет. Практическая цель, что если будут требоваться частоты порядка, то есть кинокерц, тогда будет гораздо удобнее. То есть я с самого начала начал пример того, где используются детекторы с линзой и линзой. Я не использую тот. Например, самый яркий пример из этой части, собственно, это проект SOFIA. Литающий, как говорят, радио... Да, лаборатория, собственно, которая летает в 11 тысячи метров. И там... Это весьма маленькое зеркало? Нет. Там зеркало, но там используются смесители. То есть смесители, которые в спектрамики игры, то есть они рассчитаны на частоту 4,7-1,000 кг. Понятно? Вот в тех случаях, мне кажется, это один из примеров, собственно, практических применений, очень много. Ну, то есть я заменил... Заменить линзу? Заменить линзу? Заменить линзу? Заменить линзу? Научный центр прикладной электродинамики, на самом деле, сильно линтаризованная ферма. И, ну, кажется, так сказать, руководитель настоящих полковников. Поэтому он не сознается, для чего, так сказать, никакой конкретной задачей занимают все эти моделируки. Я это понял. Нет. Ну, все хорошо, понятно. А есть ли еще вопросы, коллеги? Есть. Пожалуйста. А вот при расчете, которые вы делали в этой линзе из первой выбранной, вы там считали, это и готовность для его, да? Да. Ну, нет. И, конечно, спасибо. Ну, их сейчас так довольно прилично растято. По крайней мере, вот эта вот осевая компонента хороша. Ну, хорошо, коллеги. Нет больше вопросов? Тогда давайте поблагодарим докладчика. Большое спасибо. И перейдем к следующему, последнему в сегодняшней сессии докладу. Мы довольно много рассказывали о тех поделках, которые так или иначе мы делали, причем как в интересах собственных задач, так и с простой шкурной целью заработать немножко денег или сделать что-нибудь в задел, на чем мы заработаем денег в одном. Поэтому вот эти наши усилия, связанные с разработкой, конструированием, технологиями, причем в том числе довольно хитрыми, вот, и изготовлением в конечном итоге, мы спросили наложить Марию. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я буду рассказывать о том, что сделан, конкретный результат получен, о делках данного работы, изделия данного заказчика, и о том, что мы планируем сделать. И первое, что я хотела бы остановиться, это азотный приостат для облажнения газ-светропатометра, который мы делаем для наших коллег из Саурана. Буквально перед новым годом мы закончили сборку и отладку макета, который представлен на этих фотографиях, и сдали работу клеостат, в который, собственно, вся эта начинка будет потом помещена и будет использоваться на телескопе БТА. Есть также фильм, ну, наверное, после презентации, я его показала, что он очень большой, и сейчас могу достанавливаться. Следующий клеостат, это клеостат для наших коллег на Артане, который тоже, в общем-то, вот его макет представлен прошлой зимой, и вот готовые изделия. Клеостат изготовлены, искусственные проведены измерения, о них, наверное, подробнее расскажут позже. Уже рассказали. Уже опоздали. Очередные изделия для Сауран. Одно из них мы сдали вот перед новым годом. Это камера на ВЕКТ-Пельтье, и изготовили ее очень быстро, всего за три месяца, потому что конструкция уже отлажена, и делается на ней в первый раз. И теперь уже подготовлена конструкторская документация для очевидного клеостата азотного уровня и температур. Также для Великого Новгорода разработчики были наши коллеги из Саура. Оно будет выглядеть примерно вот так. То есть это тоже изделия, которые мы делаем не первый раз. Следующая работа, которая тоже была доведена до некого конца, это измерительный стенд для клеотемпа. В общем, клеостат был также изготовлен, и также были проведены испытания. В общем, я на прошлых воркшопах говорила о том, что налаживается служба нейтрологии и стандартизации в НКТУ. Так вот, мы, в общем-то, наладили полностью, отработали проверку конструкторской эксплуатационной документации, и она была готова для отчета заказчика в Роскосмосе и была сдана. Так что важно, она была сдана в соответствии со всеми требованиями, это скриптов, военные приемки и тому подобных вещей. Значит, также здесь вот представлены элементы, нужны для проведения экспериментов в ЛКН. И не только заказов из ЛКН стало больше, они, с одной стороны, радуют, но о проблемах, которые связаны с этими заказами, я буду говорить позже. Также, наконец, успешно проводятся эксперименты на 4-х геновом клеостате, который также был сделан для экспериментов в ЛКН. Мы неоднократно наращивали ноги, делали дополнительную подставку, еще раз наращивали ноги, и, наконец, по-моему, заказчик полностью, буду ятворил. И об этой проблеме я тоже буду говорить в проблемах. Перед нами теперь в новом году масса всяких новых интересных задач. Планируется в нашей части в проектах Алимпы, Миндрон и Тахамак. А также наш коллега из Института физики и микроструктуры Куш, Владимир Муисеевич, Александр Муисеевич, прошу прощения, поставил очень интересную задачу, которую мы пытались сейчас решить. Это создание герметичного свечевода для креосистем с одноразовой откачкой. То есть мы всегда, когда нам заказывали креостат, говорили нашим заказчикам о том, что покупали и откачную коз. А вот не хотят заказчики покупать откачную коз, хотят откачать его один раз у нас и использовать на протяжении 10-20 лет. Сколько понадобится лет. Мы уже разговаривали по поводу решения этой задачки с нашими игроковщиками в Институте прикладной физики. Они отослали нас в Афрязино, в Исток. Ну, вот будем думать. И, в общем, в принципе, наверное, решила эту задачу. Ну, и вот хотелось напомнить о проблемах прошлого полугодия и сравнить их с проблемами нынешнего. То есть вот проблема здесь представлена. Значит, нужно вчера, поэтому иногда бывает нужен обидник. Как вы решали эту проблему? На одной из планерок ВКН рассказали о структуре опытного производства и ПФРА, о возможных сроках выполнения работ и предложили варианты взаимодействия. В числе прочего был предложен тот вариант, что я буду рассылать напоминалки силу экспериментаторам, для того, чтобы мне скидывали, в свою очередь, чертежи в проекты того, что нужно сделать из железа для эксперимента ВКН. Результат следующий. Состояние дела, начало квартала. Я разослала упоминалку. К сожалению, мы ждем. То есть пока никто не желал ничего сделать. Причем, как вы понимаете, сегодня мы ждем вас. Завтра в конце квартала вы будете ждать нас. Потому что никто ради держателя или ради оптического холдера не стимет макет подлодной лодки с уступлением в Институте прикладной физики и не подгрузит наш держатель. Поэтому, вообще-то призываю, конечно, коллег активнее включаться. Сейчас у нас есть время и возможность сделать все быстро. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, попробуйте, покажи фильм пока. Дело в том, что это тоже немножко необычная часть. Когда мы делали спиртрометр для САО, там большое количество всякой хитрой точной механики оптической. Мы как-то раньше этого не делали. Обычно все-таки, ну, как бы, пазыр сматывается, холд и все такое. Вот сделана вот эта поделка. Она не засунута в креста, но все это будет работать внутри креста. Ну и вот, собственно, основная цель, вот уже от прошедшего года, мы эту картину, что называется, посылали, как новогодний подарок с елочкой, было сделать. Так, уважаемые коллеги, я хочу вам демонстрировать документальное кино из жизни будущего три остатка. Так, как вы видите, механическая часть собрана. Сейчас работают все три двигателя, которые крутят диски. Механические кнопки, пальцем опускаем в одно зеркало, но уже действительно пошибнуло. Вот, сейчас я включил, отдельно вращается, полно-верх-вниз. Все это управляется вот этим контроллером. Здесь образуется положение, настройки для отданных космотров. Ну вот, и все кино. На самом деле, как я не совсем, правду говорю, мы делали для физических и для других приемников не механические переключения. Были у нас там и модуляторы, были все это управление. Но для оптики такого вот вещей и делали. Поэтому у нас была очень сложная процедура согласования с заказчиком этого всего дела. Заказчик Афанасьев, это один из ведущих ученых САО, который на болейке был директором САО. Поэтому такой вот уже очень жесткий. Но в конце концов, мы вроде как сумели все это притереть, согласовать. И даже по данному проекту опубликовали статью. Так что тоже здесь каждый результат есть. И эта работа отчасти включена в наши, так сказать, разработки, поскольку в договоре с, так сказать, Неновым наукой написано изготовление приемных систем, изготовление систем для статирования приемных фактических и других диапазонов. Так что опять-таки все. Прошу прощения, я козлал самую вам. Ваню Ильичу, у нас идет все данные ждем 13-13. Прошу прощения, коллеги. Он, видимо, потерялся, забыл в какой комнате. Итак, дорогие друзья, довольно обширный объем вот такого рода механических работ выполнен. И работка всевозможная приостат. Но вот Маша тут обозначил, я тогда должен чуть-чуть больше коснуться. Я не представил в своем докладе проект Тахамак. Это интереснейший большой проект, который ведет сейчас ИКИ совместно с Эзмираном. Это примерно такой же спектролог, как мы сейчас вам показали, который здесь крутится, но только он для космоса. Его планируют отправить, так сказать, в космос и наблюдать, так сказать, всевозможные спектральные особенности, но на Солнце. И, соответственно, для такого рода устройства нужно и много усилий по железу, по созданию этого прибора. Ну, там будет как команда большая, хотя вот с конструкторскими, так сказать, возможно, с комплогом. Самое смешное, они просят у нас создать тест-плогу камеру, куда можно, так сказать, с комплогом рисовать. Это очень большой криостат, который, так сказать, будет инвестирует условия космоса. Ну и, соответственно, они будут использовать вот эту свою железняту там. Ровно такую же просьбу к нам сформулировали на сегодня, в том списке, большую вагонную галлиогенную камеру. Это астрокосмический центр. Им хочется засовать весь приемный комплекс, весь криоконтейнер приемников тоже в какую-то холодную камеру, чтобы все это попроверять. Так что, вот мы попытаемся сыграть в тендер на эти разработки, и вполне возможно, что мы сумеем их получить. Возможности, которые технологические у нас до такого работы имеются. Мы нисколько не занимаемся. Но теперь, так сказать, если есть вопросы, прошу, задавайте. Пожалуйста. У меня пожелание. Вот у вас назвали Северний. Любой человек с улицы, полагающий, где-то на его непонятные позиции. Да. Сделали столько, но это хорошо бы вам как-то переобозраться. А это как раз и есть то хулиганство. И ЛКН тоже надо. ЛКН тоже надо переназвать. Мы везде идем на грани, так сказать, фола. Потому что, когда мы написали, что эта стоянка только для автомобилей ЛКН, сначала все прижали уши. И никто не вставал на нашу стоянку. Ты же говоришь, это лица кавказской национальности, да? Это принятая территория. Когда записили, стали вставать. Причем, в основном, лица кавказских занятостей. А в основном, как вокруг. Так что это намеренный подаж. Пожалуйста. Слушайте, недалеко, как в среду, Вячеслав Федорович нам передал рубр. Очень ценный. Но оказалось, что его посадочный никуда не подходит. Вячеслав Федорович сказал, что на трендантный станок вот нам бы лучше передать прямо уложитель, чтобы вы там ничего не накутали. Куда он будет ставиться? Прямо с ним. Если это можно сделать, будет здорово. А еще, вот все следующие измерения, и подресинфронные и прочее, под них надо прямо сейчас порадут на держатель. С учетом метров, которые приедут, и заказать. Это будет стоить копейки, по сравнению с тем, что большим нагревателем можно просто укропить полоски. И нагреватель, и сам заставить маленький, чтобы он берел сока. Кобиль, я здесь просто отрываю, то есть рисовать, если он нашел, обозначится, и Маше сделает нужные чертизы, а пусть их изготовит. Пожалуйста, вы наличи. Вот насчет, что посадка не нашла. Вот наберенчик же есть. Да. Там же обозначен, наберенчик, короткий ты. Ну ладно, я не продаю. Кстати, понимаете, почему вас так далеко послали с окнами в отряде? Ну, в отряде я понимаю, это наш исток. Все, подожди. Мы пришли в камень, а он спасал гораздо ближе. Это было уже цифровично. И что? Правильно. Да. И он нас спасло в отряде. Вот это абсолютно непонятно. Нет, это совершенно непонятно, хотя мы уже у нас в отряде нашли технологию, которая меня слегка потрясла. Я вам до сих пор в нее не очень верю. Ну, слюду мы знаем. У нас все в свое время интерферометры были на слюде, да? Вот. Но сама по себе слюда не обеспечивает вот такого двадцатилетнего герма-окна. Но, оказывается... Но, оказывается... Нет, 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 ничего подобного. Оказывается, собственно, я думаю, у кого из стариков надо спросить. Я сходил к Андрею Ивановичу к Аполму Брехову, и он мне рассказал, что была технология паянной слюды. Я говорю, как она слюду паяет? А, ее приходят и паяют. И вот если ее замутить и запаять, то после этого паят в груженой части на слюду можно загерметизировать, так что основной не будет течь двадцать лет. Я вам скажу, что у меня стоят лампы плюс узка, одна тысяча. Девятьсот, правда? Да. Со слюданными ротами, которые мы скоро работаем. Ну, собственно, я думаю, что мы... То есть, если мы эту проблему как-то решим, может быть, не ездить во Фрязино, а может и ездить. То есть, зачем нам его партнер еще? Да, понятно. Ну, дело в том, что Фрязино это тоже наш хороший партнер, и так, по некому недоумению к нам и приехал Павел Куприянов, с которым мы много лет сотрудничаем, причем вот сейчас как раз мы ровно с ним затеялись раскручивать вот этот вот теркер-толиканал. Но он до этого нам поставлялся возможную комплектацию миллиметровую в достаточно полозунном цене. Раньше у них вообще были хорошие цены. 100 долларов за любой узел. И поэтому ты собираешь из кудков чего-нибудь и дальше умножаем на 100 долларов и все, получаешь. А сейчас, конечно, цены другие немножко. Еще вопрос, Канки, про жрун. А я вот в продолжение вот эту часть про одноразовую расскажу на 20 лет. А как бы закрываться смартной части? Как бы он звонят уже, откачали и так закрыли. Вкусывают. Вкусывают. То есть есть трубочка либо стеклянная либо медная. И в обоих случаях есть технология их скусывания при работающем в обувь насосе. Очень красивые. Кусалки остались и те, которые по стеклу, и те, которые по меде. Еще вопрос, Канки? А какого размера 1? 3,5 г. 3,1, а 1,5. 1,5 г. Киллметров? Да. Крошечный. Я вас не понимаю. Нет, ну, мы пока просто смотрим в янтен. Мы будем надеемся разбирать. Это Клушин делает свой шерсонский генератор и хочет их продавать серийно на спорную. Похоже, вот так вот. И он надеется, что их никогда не надо разбирать. Ну, посмотрим. на 100 гигагерц какой гигагерц? Жерсонский гигагерц и имя Игрушина. Почему? Знаешь, у вас про них говорят. Ну, говорят, я так не знаю, что 100-150 гигагерц. Нет, там другой тех пор. На какой? Больше ничего не получали. 1 микроват на 150 гигагерц. Вместе отчего чтобы потерь порумал. Там и без того этот микроват остался. Так что, чтобы совсем сегодня раз творился. Хорошо, коллеги, но это мы можем уточнить у Клушины словно нашего любезного партнера мы с ним постоянно в контакте. Есть еще вопросы, Нет вопроса. Ну, тогда поблагодарим еще раз моим. Пожелаем и успехов. Вам всем все-таки бесплатно. Еще раз призыв откликнуться. Вот эта вот лошадь, стойка, которая стояла на том слайде, она означает то, что действительно сейчас есть у нас с вами технологические возможности, станки простаивают. Вот Сергей Витальевич шифр нам какие-то железки приносил. Мы сделали не очень быстро. Вот сейчас мы сделаем все очень быстро. Поэтому, господа, и ближним и дальним коллегам мы заявляем, что сейчас производство готово воспринять твое работу и нужно подтолкнем скоро. Дальше клиент ближе появятся другие деньги, народ прибежит, начнет все заказы делать, будут сложности. Поэтому, пожалуйста, призыв и выстремитесь. Технология взаимодействия тоже более менее понятна, и отработана. Ну, хорошо, тогда, прежде чем перейти к дискуссии по сделанным докладам по общим всем нашим вопросам, мне хочется сделать небольшое объявление по дальнейшей нашей работе. Ну, в этой аудитории мы с вами завершим, так сказать, ближайшее время наше событие. После этого Нижегородская команда, так сказать, желающие могут расстаться, могут отчасти разобрать наших гостей, общаться. Правда, у нас еще не все гости заселены. Заселение у нас, насколько я информировал, гостинице «Изиаза», которое большинство из наших достоянных партнеров прекрасно знают, это наше любимое ближнее место, туда можем найти даже мешочком два шага, так что тут все рядом. Завтрашний день у нас в 10 утра начинается, да, Леонид Сергеевич? В 10 утра. В комнате номер 111, это та же самая комната, которую мы проводили в окшоп полгода назад, это первый этаж шестого корпуса, ну, как бы в Нижегородце каждый сам за себя и подъедет, а вот по поводу наших гостей, которые живут кучно в гостинице, Елена Владимировна, во сколько, Леночка, во сколько мы, так сказать, машину подадим в гостинице? В 9 часов. В 9 часов. в 9, в 15, в 15, в 15, в 15, в 15, 2, либо забирается. Ну, машина придет к 9, а дальше, коллеги, все-таки это, как завещал Дрягин, точно 9, и 15, не задерживайтесь с Вр электом. Завтрашний день, как уже сказано, будет у нас проводиться в учебном корпусе 06, это не в общежитии, где у нас наша лаборатория, поэтому завтрашний день в рамках наших занятий будет запланирован визит на технологический участок, над которым мы и будем там сидеть, по сути дела, поскольку он ровно рядом, ну и Сергей Николаевич обеспечит там доступ, покажет все в жилье на картинках, как сейчас показал, а в жилье, ну и, соответственно, до обеда мы проводим наш дискуссионный клуб, есть ряд забойных докладок, как я понял, докладчиков просим приготовиться по этим темам, ну и, соответственно, всех остальных активно выступать, активно обсуждать. В дальнейшем мы обсудим позже, мне просто важно было расставить точки над сегодняшним расставанием и завтрашним встречанием. Ну а теперь я предлагаю всем, желающим высказаться по представленным докладам, по опозначенным проблемам, по всему, что вы сейчас услышали. Дмитрий Сергеевич, может, ты начнешь? Хорошо. Ну что ж, тогда давайте сейчас немножечко обсудим представленные, так сказать, вам материалы о многовразной деятельности лаборатории и о предложениях, которые, так сказать, и достижениях наших выбирающих партнеров, которые так или иначе могут быть. И нам, опять, должны быть, компанируемых деятельностей нашей лаборатории. Очень приятно, что, так сказать, наши партнеры открыты, они приезжают, предлагаются. Единственное, маленькое уточнение. Как бы, современные технологии, которые выступленным обеспечивающим Александр Александрович, позволяют людям смотреть. Саша Лапин смотрел нас прямо из своей лаборатории, поскольку не мог прийти на первую часть заседания. Вот. Далее, после того, как, так сказать, это все завершится, на сайте нашей лаборатории будут выставлены эти доклады. Вот. Какие-то доклады в общем доступе. Там, где авторы скажут, что, как бы, общий доступ не надо, ну, понятно, кто-то еще не опубликовал свои результаты, которые у нас, как бы, сплошь и рядом есть, то эти материалы будут не в общем доступе, а они будут установиться ДСП, поскольку тот персонал, который вы нам привезли, мы очень хотели использовать, с тем, чтобы можно было вернуться, посмотреть, а что это там было, так сказать, сказано, у Шипера там или еще у кого-то. То есть, вот, как бы уж. Единственное, предупредите, пожалуйста, Александра Ивановича, те, кто, так сказать, представлял срокладой, что вот нормой, а вот, пожалуйста, свободный доступ не надо. А уж мы, Александр Иванович, возьмем и те, которые, так сказать, спрятаны. Так что вот такое небольшое дополнение к нашим, так сказать, делам есть. Вот. Что еще, ну, вот, по моим, так сказать, наблюдениям. Наверное, вы увидели, что есть наиболее острая проблема, которую, собственно, начал посвящать Леонид Сергеевич, как-то вот, руководство РУЗа сегодня немножко построит. Оно как-то даже вот это, пока ушло от ответа, это вопрос финансирования. Очевидно, и, собственно, здесь есть все обещания, что и мы будем стремиться к получению всевозможных денег, всевозможных источников ресурсов. Ну и, на мой взгляд, условия договора и, соответственно, нам бы хотелось эту поддержку видеть. Причем, естественно, тут будет некий поиск компромиссов. Я очень надеюсь, что инициатива в Вече состоится с городом руководством, такой уже не в широком круге, чтобы этот компромисс найти и обозначить, с тем, чтобы поддержать и наши занятия с молодежью, и чтобы наши технологии, так сказать, работали. Более того, даже вот те производные задачи, которые сейчас стоят, очевидно, нужно сейчас помочь. Когда мы с Раевским сделаем сейчас приемы, уже будет хорошо. Если мы будем сидеть и ждать сейчас, когда в июне месяце раскачается самая прошедшая данный день, то мы идем в каникулы, ничего не доделываем, а осенью начнем только собирать. И понятно, что опять к концу года нам будет особо нечего рассказывать. Если мы прямо сейчас умеем найти какие-то ресурсы и сдать эту работу, ну, скажем так, выполнить ее до лета, а сдать там летом, например, в начале осени, это совсем другое дело. Так что, вот, видимо, вопрос поддержки ВУЗа, ВУЗа-лаборатории, это ключевой вопрос. Ну и мне кажется, что здесь мы должны найти понимание, тем более руководство, кажется, здесь смотрит на нас позитивно. Еще одно предложение, которое тоже совершенно четко прозвучало, но оно уже, скорее, теперь со стороны ВУЗа, и в первую очередь мне пытался ратикулировать, так сказать, к вам коллеги. Это относится к старшим партнерам, к кандидатам и докторам наук, которые по совместительству работали и работают в лаборатории. Здесь у меня просто призыв, что, господа, давайте вот теперь мы с вами сообща, постараемся принести сюда в лаборатории определенные проекты, договоры или еще что-то, то, что позволит, так сказать, нам продолжить здесь успешное сотрудничество. Возможности здесь есть, вы понимаете, это наша как бы дополнительная площадка. Есть что-то у нас в ВУЗе, есть что-то в ВУЗе, но здесь есть еще огромный ресурс и в виде технологий, и в виде оборудования, и в виде людей. Поэтому давайте мы этот ресурс будем считать. И здесь, мне кажется, вот хороший пример нам показал Виктор Константинович, правда он не рассказал ничего о проигранном гранте. Но, тем не менее, это направление тоже важно. Ну, как бы, видно, что Виктор Константинович искал, и мы были близки к тому, чтобы была хорошая заявка написана. Ну, вот, какой-то, так сказать, нам доступна, так сказать, информация от экспертизы. Какой-то экспорт, видимо, с конфликтом интересов наставил двое там, где все поставили пятерки. Ну, такую ситуацию, как бы, совет отбрасывает, то есть вот такие выделенные ситуации. Но был еще один экспорт, который поставил две промежуточные оценки, и это отбросило нашу заявку в середину БУЛа. Ну, а середина БУЛа при таком конкурсе бешеной, знаете, уже безнадежно, поэтому мы тут поиграли. Но вот эту деятельность тут я хотел поблагодарить Виктора Константиновича, что он ее сделал, он собрал нас всех, вот. Ну, и Илья здесь здорово постарался, так сказать, помог в оформлении. То есть с этой точки зрения никаких претензий нет, все было сделано хорошо. Ну, что, проиграли, проиграли, так жилько устроено, как на поражение, это не катастрофа. Мы собирались эту заявку отправить дальше. Вот ФЦП, но ФЦП тоже лопнуло. Ну, что же, будем искать другие формалы, другие способы. Хорошо, коллеги, что еще вы хотели сказать? Ну, в каком случае, давайте говорить о завтрашнем дне. Прошу, Леонид Сергеевич, настройте народ на завтрашнюю дискуссию. Так, дорогие коллеги, ну, как сегодня мы уже обсуждали, завтра у нас будет дискуссион-клаб по самой ключевой проблеме, от которой зависит наше дальнейшее развитие в Европействе.